Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска, в студии Елена Марданшина. Смотрите сегодня в нашей программе. Готовность номер один. В районе практически завершена подготовка к старту посевной. Под посев в этом году отведут более 70 тысяч гектаров. Топтаться где-то там внизу таблицы по урожайности среди всех сорока трех районов, в нашем районе уж точно там не место. Новый взгляд на работу с детьми. На ПИД-конференции в Альметьевске разобрали инновационные методики в дошкольном воспитании. Есть интересные наработки по развитию речи, по математическим представлениям. По ступеням цифровизации волонтеров обучили настраивать цифровое телевидение. Если не может, значит необходимо докупить приставочку. Если может, то просто раскроет телевизор. Совсем скоро сойдет последний снег и на поля выйдет сельхозтехника. Через две недели в районе планируют приступить к весенним полевым работам. Особенности подготовки к СЕВУ этого года обсудили сегодня на ежегодной агроконференции. Для сельского хозяйства наступает жаркая пора – начало весенних полевых работ. Инженеры и агрономы, руководители хозяйств района и обслуживающих предприятий прибыли сегодня в хозяйство имени Токарликова на ежегодную агроконференцию. Участие в ней принял и глава района Айрат Хайрулин. Для участников устроили настоящий парад сельхозтехники. Всего в хозяйстве имени Токарликова более 120 единиц техники. Здесь была представлена примерно треть. Вся техника находится в полной готовности. Для весенних полевых работ будет использовано 22 трактора и 33 грузовых автомобиля. Мы на сегодняшний день должны отсеяться в течение двух недель. Поэтому мы уже с осени начали подготовить трактора, барновальные агрегаты, селочные агрегаты. В этом году дополнительно купили селки. Еще хотим дополнительно закупить трактора. А после осмотра техники присутствующим рассказали об особенностях подготовки семян перед посевом. 84% посевного фонда Альметьевского района проверено Россельхозцентром на посевные качества. Практически весь семенной материал к посеву готов. Можно сказать, что весь проверенный фонд полностью кондиционен. Ждем фермеров, те, которые уже в последний вагон запрыгивают, свой семенной фонд доводят до посевных кондиций, готовят к севу. То есть их дожидаемся и Альметьевский район полностью будет готов к севу. Также участникам напомнили об основных правилах семеноводства и рассказали о биологической защите растений. На пленарной части конференции Айрат Хайрулин отметил необходимость повышения культуры земледелия в районе. Кровью слов благодарны сказать мы ничего не можем, но в то же время мы хотим и подсказать, и научить, и помощь оказать для того, чтобы все-таки топтаться где-то там внизу таблицы по урожайности среди всех сорока трех районов. Ну, в нашем районе уж точно там не место. Основным направлением деятельности хозяйств района в растении и водстве является выращивание зерновых культур. Ими и зернобобовыми культурами будет занято более 40 тысяч гектаров, техническими культурами более 8 тысяч гектаров, картофель займет 30 гектаров, овощи 75,5 гектаров, кормовые культуры более 20 тысяч гектаров. По чистый пар будет отдано 13 тысяч гектаров земли, а зимыми культурами было засеяно 14 тысяч гектаров. Сев азимых под урожай 2020 года, нам, уважаем руководители, необходимо довести до 40% от зернового клина. Это, как вы понимаете, страховая культура. Каждый руководитель подтвердит, что зимы дает больший результат сравнение с зерновыми культурами. До начала весеннеполевых работ остались буквально считанные дни. Уже во второй половине апреля сельские хозяйства приступят к работе. В этом году в районе различными культурами планируется засеять более 70 тысяч гектаров земли. Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметиск ТВ. А специалисты по дошкольному образованию обсудили развитие в Альметиске современных практик воспитания детей. На базе оздоровительного лагеря «Юность» прошла практическая конференция «Высокий уровень образовательной среды детских садов». Ее участниками стали 300 специалистов дошкольного образования республики, а также родители. Образовательный проект реализуется в Альметиском муниципальном районе при поддержке компании «Татнефть». Творческие мастерские, обмен опытом за круглыми столами и участие в дискуссиях – такова программа педагогической конференции по внедрению новых подходов к дошкольному образованию. Воспитатели, методисты, заведующие могли обменяться опытом в области реализации программ дошкольного образования. Основная цель общения – высокое качество образования. Работа по реализации проекта продолжается с февраля 2017 года. Есть интересные наработки по развитию речи, по математическим представлениям, по взаимодействию детей с сотрудниками, с родителями, со всеми взрослыми и друг с другом. И другие интересные направления, которые сегодня на мастерских раскроют опыт работы наши детские сады. Именно на таких мастерских, на круглых столах можно обсудить все вопросы, все проблемы и осветить самые интересные свои наработки, которыми могут поделиться наши педагоги сегодня. На мастер-классах от педагогов детских садов и частных образовательных учреждений были представлены оригинальные методики. Каждый участник мог посетить интересующую его творческую мастерскую. Они были весьма разнообразными. Например, специалисты частного образовательного учреждения «Татнефть-школа» подготовили мастер-класс на тему театральной педагогики в работе с детьми, родителями и педагогами. Приемы театральной педагогики можно использовать для обучения взрослых игровым приемам, для обучения и раскрепощения детей, для того, чтобы дети были в нашем учреждении и в учреждениях города, республике более счастливыми. Сейчас мы переходим на такие технологии, когда главным в учреждении становится ребенок, а не педагог. А вот сотрудники детского сада номер 46 представили мастер-класс по социализации детей через образовательные прогулки по городу. Мы хотим в новом формате представить образовательные прогулки. Это не в форме экскурсии, а именно когда ребенок сам, попадая в незнакомое помещение, здание, территорию, неважно, в пределах города, узнает, знакомится с людьми. И все это делает в процессе с ровесником, то есть либо ребенок с ребенком, либо ребенок со взрослым, либо умеет задавать вопросы. На пленарной части конференции подвели промежуточные итоги реализации проекта «Детские сады Альметьевска. Высокое качество образовательной среды». С докладами выступили ведущие педагоги страны и авторы инновационных образовательных программ Татьяна Ливан, Ольга Шиян и куратор проекта Сергей Плохотников. В основе лежит желание и наша острая потребность поднять уровень дошкольного образования в городе и создать прецедент такого регионального прорыва в дошкольном образовании, поскольку дошкольное образование является системообразующим звеном в развитии человека. И как заложишь или как назовешь, так и поплывет. Глава района Айрат Хайрулин поблагодарил за реализацию работы компанию «Татнефть» и всех педагогов, которые делятся своим опытом современных педагогических технологий, тем самым позволяя повысить уровень дошкольного образования. Вы действительно делитесь своим вот таким ресурсом. Вы передаете те компетенции, которые вы считаетесь и ваша команда считается экспертами, я даже сказал бы, не российского, а мирового уровня. И то, что Пальметьевску повезло и Татарстану повезло, вот здесь, как бы на земле, эти педагогические проекты, комплексы в государственной сфере, в государственной сфере реализовывать, это большое для нас счастье. Меньше месяца остается до завершения декларационной кампании. Налоговая служба напоминает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных доходах в 2018 году. Касается это тех, кто в минувшем году продал или получил в дар имущество ценные бумаги, либо другой доход или вознаграждение, с которых не был удержан налог. Не позднее 30 апреля эти граждане должны сдать декларацию в налоговую. Налогоплательщикам могут помочь в ее заполнении. В налоговой службе пройдут дни открытых дверей. Налоговая инспекция приглашает физических лиц, обязанных продекларировать доход за 2018 год на день открытых дверей, который состоится 4-5 апреля с 9 утра до 8 вечера и 25-26 апреля 2019 года с 9 утра до 8 вечера. Это еще не все новости. Смотрите далее в эфире. Законно ли строймаркету иметь свою водозаборную скважину? Альмитинская городская прокуратура провела проверку. По ступеням цифровизации волонтеров обучили настраивать цифровое телевидение. В рамках программы поддержки малого бизнеса в Кванториуме прошла очередная встреча с предпринимателями. На этот раз ее участниками стали те из них, кто оказывает услуги в области здравоохранения. На семинаре шла речь о типичных нарушениях в работе медорганизаций и о том, как их избежать. В работе приняли участие представители около 90 медучреждений. Санитарно-эпидемиологические требования к медицинским предприятиям. Такая тема стала основной на семинаре для представителей медицинских организаций. Были названы типичные и возможные нарушения, а также обсуждалось, как избежать ошибок в работе. Это, конечно, в первую очередь повысит качество их услуг, и безопасность для наших жителей повысится. Это первая задача. И вторая, конечно, задача для того, чтобы в последующем не штрафовать. Такие вот превентивные меры будем рассказывать еще раз про типовые нарушения. В 2018 году надзорные мероприятия были проведены в отношении 379 юридических лиц, которые осуществляют медицинскую деятельность. Из них 132 – они государственные. При проведении проверок было обследовано 1244 объекта. В 90-х процентах случаев были выявлены нарушения законодательства. Наиболее часто при проведении проверки юридические и должностные лица привлекались к ответственности за нарушение требований к эксплуатации помещений, к соблюдению профилактического и противоэпидемического режима, обращению с медицинскими отходами и проведению профилактических медицинских осмотров. Еще одной темой семинара стало недопущение инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи. А затем участники встречи обсудили рабочие вопросы. Ангелина Хабибулина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. Альметьевская городская прокуратура провела проверку в одном из строительных магазинов. В органы сообщили, что на его территории имеется водозаборная скважина, которая функционирует без лицензии на пользование недрами. В ходе проверки факт подтвердился. Городской прокуратурой в адрес директора внесено представление об устранении нарушений. Необходимо было частично или полностью ликвидировать скважину. Обществом допущено нарушение федерального законодательства о недрах постановления правительства Российской Федерации об утверждении правил охраны подземных водных объектов, а также водного кодекса Российской Федерации. Обществом с ограниченной ответственностью в исполнении требований указанных представлений прокурора города заключен договор по ликвидации водозаборной скважины. Работа по ликвидации водозаборной скважины проведена. Составлен акт выполненных работ. В настоящее время выявленные нарушения устранены. Должностное лицо, виновное в нарушении закона, привлечено к дисциплинарной ответственности. 3 июня Татарстан перейдет на цифровое вещание. Аналоговое вещание будет полностью отключено. Подключиться и настроиться на цифру гражданам помогут волонтеры, а для них, в свою очередь, проводятся обучающие занятия. Сегодня такое обучение прошли 50 волонтеров из Альметьевска. Обучение волонтеров провели представители радиотелевизионного передающего центра республики. Они еще раз объяснили, для чего нужна цифра, и на наглядном примере показали принцип настройки на цифровое телевидение. Тех людей, которые сейчас смотрят кабельное телевидение или спутниковую тарелку, отключение аналогового вещания не коснется. С переходом на цифру жителям страны и республики будут доступны 20 бесплатных телеканалов с высоким уровнем качества. Уже сейчас необходимо убедиться в том, что телевизор способен принять цифровой сигнал. Если не может, значит, необходимо докупить приставочку. Если может, то просто настроить телевизор. Тем, у кого антенны нет и не видит он в Татарстане Новый век, таких, в принципе, мало людей, особенно в сельском месте, им необходимо, конечно, поставить антенну именно дециметрового диапазона. Если телевизор не работает с цифровым стандартом, нужно будет купить и подключить к телевизору специальную цифровую приставку. Необходимо будет установить оборудование и с помощью функции «Автопоиск» найти на своем телеприемнике каналы. Настройка вручную, настройка цифровых каналов, создать, 59-й канал выбираем. И ждем немножко, у вас здесь какой-то уровень должен появиться. Вот это сейчас, он, скажем так, минимально допустимый на этом телевизоре. Он будет показывать, но будут искажения. С 15 апреля на территории республики будет действовать региональная горячая линия по оказанию консультативной помощи гражданам в настройке оборудования на цифровое эфирное вещание. Обратиться за помощью можно будет по телефону горячей линии 8 800 222 87 16 в региональный контакт-центр. В зависимости от района заявка будет передана соответствующему координатору, а он уже отправит волонтера по адресу. Ангелина Хабибулина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. А теперь о погоде на пятницу. Узнаем, не начнется ли, наконец, настоящая весна. 5 апреля в Альметьевске будет все так же облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки. Обещают мокрый снег и дождь. На дорогах гололедец, а температура воздуха ночью минус 1 градус, днем плюс 4. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Делитесь новостями, рассказывайте о проблемах, задавайте вопросы. Пишите нам на сайте и в соцсетях. Будем общаться, искать ответы и рассказывать о важном. На сегодня это все новости. Далее передача «Протокол». На этот раз резидент Мухаммединова расскажет, что бывает, если инсценировать ДТП, чтобы получить деньги от страховой компании. А также о том, каким еще хитроумным схемам пробегают мошенники. Об этом и не только. Через несколько минут я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова